Приложение веб-приложения Приложение веб-приложении В частности, например, Nginx До веб-приложения, до Backend Такие запросы просто не доходят Далее Запросы динамических документов Запросы динамических документов Это то, чем занимаются веб-приложения Естественно, под динамическими документами Понимаются HTML-странички, которые сгенерированы Под конкретного пользователя Либо под конкретный набор атрибутов Они не хранятся на диске, они создаются на лету Обработка форм Обработка форм Это то, чем занимаются веб-приложения Действительно, обработка форм тесно связана с бизнес-логикой Никто другой это не сможет решить Также К ответственности веб-приложения Относятся AJAX-запросы И запросы К API сайта Если у сайта есть API То Эти запросы, скорее всего, также Пойдут к основному Веб-приложению Кроме того, существуют Персистентные соединения То есть Это такие запросы, которые Предназначены для Либо для поддержания реал-тайм сообщений Либо для постоянной передачи данных Сама технология персистентных соединений Она требует Наличия на бэкэнде Event-driven сервера Поэтому, как правило Такие соединения обслуживаются Отдельным сервером И их мы будем рассматривать в самом конце Обычно Веб-приложения Ну, классические веб-приложения Которые мы будем смотреть Рассматривать Они не занимаются обслуживанием таких Соединений Итого у нас остается Четыре разновидности запросов Генерация динамических документов Обработка форм Обработка AJAX-запросов И Запросы к API сайт Все эти запросы Они чем-то Более-менее схожи Посмотрим Какие задачи Должно решить Наше веб-приложение Для того, чтобы Обработать Один из таких запросов Собственно говоря Все задачи Это то, что не решается Другими слоями То есть Собственно говоря Парсинг HTTP-запроса И Выдача HTTP-запроса Берет на себя Application Server Вместе с Прослойкой VSGI До нашего приложения Как мы говорили Уже доходит Некоторое Готовое окружение VSGI-окружение Но тем не менее Для приложения Остаются такие задачи Маршрутизация URL То есть По входящему урлу Нужно понять Какую именно Функцию вызвать Для обработки Данного запроса На сайте Может быть много Функции Нужно выбрать Правильную Парсинг Заголовков И параметров Запроса По той причине Что Application Server Не анализирует Содержимое Самих заголовков Это должно сделать Наше приложение Например Разобрать Заголовок Куки И извлечь Конкретные Значения Кук Хранение Состояния Либо Сессии Пользователя Протокол HTTP Stateless То есть Каждый Новый Запрос Приходит К новому Серверу То есть Это может быть Тот же Самый Сервер Может быть Другой Как Произойдет Балансировка На фронтенде Поэтому Мы не можем Связывать Пользователя Текущего С каким-то Сетевым Соединением Нам Необходимо Поддерживать Сессию Хранить Некоторые Состояния Пользователя Это тоже Остается На Откуп Нашего Приложения Выполнение Бизнес-логики Ну конечно Это должны Резовать Непосредственно Мы При Выполнении Бизнес-логики Приложение Может делать Какие-то Расчеты Но На самом деле Большая часть Веб-приложений Это все-таки Некоторые Прослойки По Доступ К каким-то Данным То есть Зачастую Веб-приложение Обеспечивает Доступ К данным Которые Хранятся В некоторых Базах Реляционных Базах Данных Либо В каких-то Хранилищах Либо Передает Запросы Вообще Другим Серверам Например Серверу Полнотекстового Поиска И В конце Концов Необходимо Сгенерировать HTML-страницу Либо JSON Сгенерировать И вернуть HTTP-ответ Как мы видим Задач довольно много И Решать каждый раз В каждом Отдельном Веб-приложении Эти задачи Заново Это очень Трудоемко Поэтому При разработке Веб-приложения На сегодняшний день Практически Всегда Используются Те или иные Фреймворки Итак Мы переходим К теме Фреймворков Мы говорили Что фреймворк Это какая-то Библиотека В общем-то Которая Задает Структуру Проекта И Упрощает Типовые Задачи Про которые Мы говорили То есть Парсинг Переменных Генерация Ответа Доступ К базам Данных С развитием Веб-приложений Было Довольно Большое Количество Создано Всяких Разнообразных Фреймворков От самых Простых Библиотек Которые Позволяли Только Упростить Анализ Парсинг Параметров До Полноценных Полноценных Как бы Таких Систем В которых Особо Программировать Было Ничего Не нужно Достаточно Было Скомпоновать Функции Предоставляемые Фреймворком Мы остановимся На среднем И наиболее Распространенном На сегодня Варианте Это MVC Фреймворки Что такое MVC MVC Это Архитектурный Паттерн Расшифровывается Как Model View Controller Который Задает Структуру Веб Приложения Этот Паттерн Говорит Из каких Частей Должно Состоять Веб Приложение И как Они Должны Взаимодействовать Заметим Что Изначальный Протокол VCGI Который Мы рассматривали Он не накладывает Никаких ограничений На структуру Он говорит Что Веб Приложение Это Просто Функция Что Находится Внутри Функции Это Остается На Откуп Разработчика Может быть Все что угодно На практике Создавать Приложение В виде Одной Функции Либо Даже В виде Набора Функций Это Неудобно И Это Сильно Затрудняет Разработку С ростом Приложения Поэтому Чисто из Практических Соображений Был Разработан Такой Паттерн Как МВЦ Который Говорит С каких Частей Должно Стоять Приложение И как Они Должны Между Собой Взаимодействовать Давайте Рассмотрим Рассмотрим Вот этот Слайд Большим Большим Таким Прямоугольником Выделено Наше Приложение То есть Это тот Код Который Пишем Мы Слева Те части Которые Выполняются В Аппликейшн Сервере Итак Мы Начнем С того Момента Когда Аппликейшн Сервер Через Протокол VCGI Вызывает Наше Приложение В Современных Фреймворках Как правило Разработчики Не пишут Сами В VCGI Приложения В том Виде Как мы Смотрели На прошлом На прошлом Уроке Само VCGI Приложение Входит В состав Фреймворка То есть Апликейшн Сервер Вызывает Некоторую Функцию Внутри Фреймворка Выполняется Код Фреймворка Который Делает Всевозможные Промежуточные Действия Выполняются Так называемые Middleware Middleware Это Оберточный Функционал Который Добавляет Это Так скажем Обертки Над нашим Приложением Которые Добавляют Некоторые Функции Прозрачным Образом В него Так или Иначе Когда Код Фреймворка Отработал Необходимо Определить Какую Функцию Какой Контроллер Вызвать В нашем Приложении То есть Нужно Определить Конкретную Точку Входа В наше Приложение Для этого Используется Так называемый Роутер Что Такой Роутер Роутер Это Компонент Веб Приложения Который Представляет Собой Отображение Маппинг Урлов На Функции С точки Зрения Программиста Роутер Может быть Представлен Самыми Разными Способами В некоторых Случаях Это Просто Большой Хэш То есть Большой Точнее Не хэш А набор Паттернов Паттерн Урла Функция Паттерн Урла Функция В некоторых Случаях Роутер Представляет Собой Более Сложную Конструкцию Древовидную Так или иначе Роутер Это декларативное Описание То есть Это скорее не Программный Код А именно Описание Того Какой Урл Должен Приводить Какой Функции Фреймворк Просматривает Все записи Которые Есть В роутере Урлов И Выбирает Подходящую То есть Мы говорим Что роутер Указывает Вот стрелочка Указывает На какой-то Контроллер В данной Схеме Кстати Сплошные Стрелочки Означают Вызов То есть Что передается Управление Вызов А вот Стрелочка От роутера Контроллеру Это Выбор То есть Роутер Определяет Какой Контроллер Будет Выполняться Далее Когда Определили Когда Фреймворк Определил Какой Контроллер Будет Выполняться Он Передает Выполнение В контроллер То есть Контроллер Это Точка Входа Ваше Веб Приложение Контроллер Он Не один То есть Контроллеров Веб Приложения Скорее всего Существует Много С помощью роутера выбирается какой-то один, и он начинает выполняться. Контроллер делает вызовы к модели. Модель, в свою очередь, реализует полностью бизнес-логику. То есть модель – это та часть веб-приложения, в которой реализована бизнес-логика. Как-то поход в какие-то базы данных. Обращение к каким-то внешним сервисам. Какие-то вычисления. И тому подобное. То есть все, что представляет ценность для самого приложения, должно находиться в модели. Модель возвращает контроллеру готовые данные для отображения. То есть модель отработала, возвращаются данные. Контроллер передает эти данные в компонент View. Компонент View – это представление. Роль компонента View в том, чтобы по имеющимся данным сгенерировать HTML-страничку, либо другую необходимую. Не обязательно HTML, может быть. Это может быть JSON, либо XML, либо что угодно. И, собственно говоря, полученная страничка возвращается к клиенту. Мы видим здесь серую стрелку такую от компонента View к компоненту Model. Это означает, что в некоторых случаях компонент View может вызывать какие-то методы из модели напрямую. Это спорный такой вопрос. В разных фреймворках реализовано по-разному. В некоторых компонент View может вызывать методы контроллера. В некоторых может вызывать методы модели. Поэтому вот это такая опциональная часть паттерна. Все остальное – это обязательное. Давайте повторим еще раз роли разных частей. Начнем с модели. Роль модели заключается в том, чтобы реализовать бизнес-логику, обеспечить доступ к данным, все необходимые вычисления, действия, взаимодействия с внешними сервисами. При необходимости модель может вызывать некоторые вспомогательные классы, хелперы. Дальше. Роль View. Роль View заключается в генерации HTML, либо другого представления по готовым данным. Роль контроллера заключается в том, чтобы связать их вместе. Также к контроллеру относится все, что касается протокола HTTP. То есть контроллер знает про конкретные названия заголовков, про конкретные названия параметров в HTTP, про то, как называются куки. Модель про это не знает. То есть задача контроллера – абстрагировать модель от работы с протоколом HTTP. Модель приложения теоретически может использоваться не только из контроллера, но и из каких-то других программных систем, вообще не связанных с вебом. Итак, контроллер обеспечивает работу с HTTP особенностями и связывает между собой контроллер и модель. То есть он вызывает сначала модель, связывает между собой модель и View. Вызывает сначала модель, потом передает данные View. Роутер – это, собственно говоря, компонент, который обеспечивает выбор конкретного контроллера по УРЛу. Вот это четыре основных компонента. На самом деле во фреймворках существуют всякие вспомогательные утилитарные классы для обработки форм и тому подобное. Но к паттерну МВЦ они отношения имеют косвенное. Какие существуют МВЦ-фреймворки на сегодняшний день? Вообще их довольно большое количество. В некоторых языках их десятки. В некоторых их там несколько штук. Тем не менее, вот приведем просто примеры популярных. Вот здесь логотип фреймворка Ruby on Rails. Это очень мощный фреймворк, благодаря которому язык Ruby, собственно говоря, и стал популярным для веб-разработки. Фактически, это такой локомотив, за которым весь Ruby идет. Здесь YII, не знаю, как правильно читается фреймворк. Это один из популярных фреймворков для языка PHP. Изначально PHP вообще не предполагал архитектуру МВЦ. Он работал по другому принципу. По принципу, в первую очередь, шаблонизатор. То есть, выполнение начиналось с конкретного вью. Но паттерн МВЦ настолько себя хорошо зарекомендовал, что в языке PHP в последнее время появилось, наверное, с десяток различных МВЦ-шаблонов. И вот один из популярных это YII. И, наконец, Django. Django – это МВЦ-шаблон для языка Python. В нашем курсе мы будем использовать именно его. И решение всех практических задач мы будем рассматривать с точки зрения использования языка, фреймворка Django. В чем плюсы вообще использования фреймворков, когда их стоит или не стоит использовать? Плюсов у фреймворков много. Важный плюс состоит в том, что они предоставляют готовую архитектуру проекта. Конечно, все программисты талантливые, но не все опытные. Поэтому зачастую, когда программист начинает разрабатывать проект с нуля, получается такая слишком хитрая конструкция, либо спагетти-код. Фреймворки ограничивают программиста и задают ему уже готовый подход к написанию проекта. Архитектура проекта получается лучше. Повторное использование кода. Ну, это очевидно. Это просто библиотека, которую вы используете, которая предоставляет готовые решения распространенных проблем. Как следствие, это экономит ресурсы. Использование фреймворков поощряет, МВЦ фреймворков поощряет участие в движении open source, то есть доработку этих фреймворков. Это, в принципе, хорошо и правильно. Ну, и последние два плюса, они важны вообще для любых проектов. Для популярных фреймворков проще найти программистов, ну, поскольку фреймворки популярны, и проще их обучить. Все фреймворки, они идут довольно с хорошей документацией, популярные. Поэтому объяснить программисту, что нужно прочитать тот или иной туториал, всегда легче и проще, чем объяснять ему особенности архитектуры своего собственного приложения. Так, Django. Django – это довольно популярный МВЦ фреймворк для языка Python. В принципе, это довольно типичный фреймворк. В нем есть некоторые особенности, но в общем и целом он очень хорошо укладывается в тот паттерн, который мы рассмотрели на слайде, в архитектуру МВЦ. Про какие особенности следует помнить, когда мы говорим про Django? В первую очередь, это соглашение о названии. В Django перепутаны названия компонентов. Точнее, не перепутаны, а просто исторически выбраны по-другому. С моделями все в Django хорошо. Модели так и называются. Модели. Компонент роутер в Django не имеет особого названия, но, собственно говоря, сам роутинг, само сопоставление урлов и контроллеров находится в файле url.sp. И зачастую так и называются. То есть, особого имени нет, мы просто будем говорить про файл url.sp. Далее, самое интересное. Контроллеры в Django называются view. Либо на сленге русскоязычных разработчиков их еще называют viewшками. Контроллер, viewшка. Так исторически сложилось. Это следует просто принять и не следует дальше. Соответственно, компонент view называется в Django templates. Это вызвано тем, что в большинстве случаев компонент view в MWC framework это на самом деле шаблонизатор. То есть, название было выбрано по существу. Итак, вместо view мы будем теперь говорить шаблонизатор, либо templates, шаблоны. А вместо контроллера будем говорить views. Ну, точнее, не вместо, но когда мы говорим о views в дальнейших уроках, мы подразумеваем именно компонент контроллер. View, либо viewшки, это контроллер, когда мы говорим о Django. Итак, когда мы приняли это соглашение, давайте перейдем к самому проекту, к структуре проекта, реализованную с помощью Django. Для того, чтобы создать новый проект, необходимо в какой-то директории вызвать вот такую команду Django admin start project и название проекта. Здесь я выбрал название project, project-project. Это не важно, можно выбрать любое. И Django создает вот такое дерево файлов и директорий. Во-первых, создается корневая директория, вот она. Ее имя совпадает с тем, что вы ввели. Внутри этой директории создается еще одна такая же. И создается дополнительный файл. Давайте определимся. Вот директория самого верхнего уровня называется директорией проекта. Будем ее так называть, директорией проекта. Все вложенные в нее директории, это директории приложений. В данном случае вот это созданное Django приложение, соответствующее имени проекта. То есть, когда вы создаете новый проект, автоматически создается одно приложение, дефолтное, совпадающее по имени с проектом. Что находится в этом дефолтном приложении? В этом дефолтном приложении находится файлик settings.p. Settings.p это файл с настройками. У всех веб-приложений должны быть настройки. Как минимум, доступ к данным и что-то еще. Далее. Файл vcgip. vcgip это файлик, содержащий в SG-приложении. Если вы откроете и посмотрите, этот файл совсем маленький. Это точка входа в ваше Django приложение. Когда вы разворачиваете, либо, как говорят, деплоите приложение, вы настраиваете application сервер так, чтобы он смотрел именно на файлик vcgip. Дальше. Есть файл url.sp. Файл url.sp это роутер вашего проекта. В Django роутер разделен на несколько файлов. Вот тот url.sp, который лежит в приложении project, он главный. То есть, с него начинается resolving kurla. Итак, это содержимое приложения project. Помимо приложения project, создается файл manage.p. Этот файл является скриптом управления вашим проектом. Этот файл вызывается из консоли, как правило, либо разработчиком, либо администратором. Он нужен для того, чтобы автоматизировать работу по поддержанию и изменению приложений. Например, с помощью него можно обновить базу данных при изменении кода. Либо с помощью него можно запустить какую-то командную утилиту, то есть, утилиту командной строки, которая находится в вашем проекте, то есть, команду вашего проекта. С помощью него можно запустить валидацию моделей, то есть, проверить, нормально ли выглядят ваши модели. И многое другое. Помимо этого, в проекте будут находиться директории приложений. Вот здесь CRM – это директория некоторого приложения. По умолчанию такое приложение не создается, вы должны его создать самостоятельно. Итак, что нужно отсюда вынести? Проект с использованием фреймворка Django обладает указанной структурой и разделяется на так называемые приложения. Одно приложение с именем, совпадающим с проектом, создается сразу при инициализации проекта. Оно в себе содержит всякие вспомогательные файлы, файл настроек. Остальные приложения вы должны создавать самостоятельно руками. Вот эта структура, которую мы рассмотрели, это была структура open-source проекта. Ну, так скажем, проекта в представлении того, каким он должен быть с точки зрения авторов Django. У Django есть некоторая особенность. Она заключается в том, что в Django есть концепция приложений. То есть, внутри Django проекта есть еще приложение. Приложение – это способ разделения кода такой. Авторы Django предполагали, что программисты будут обмениваться данными приложениями, как какими-нибудь библиотеками на языке Python, и приложения будут повторно использоваться. Поэтому авторы языка предполагали, что приложения будут разрабатываться автономными, так, чтобы их можно было перенести с одного проекта на другой. Зачастую в корпоративных, либо каких-то закрытых частных проектах это не так. И программисты не разрабатывают приложения отчуждаемыми. Часто бывает удобнее использовать, чтобы у приложений были некоторые общие директории. Например, по замыслу авторов Django, у каждого приложения должны быть свои шаблоны и свои статические файлы. Они должны лежать внутри приложения. При разработке неопенсорс проекта часто удобно, чтобы шаблоны и статические файлы лежали в отдельных директориях. Поэтому зачастую делают так. Это не общепринятое решение, это просто один из подходов. Так можно сделать. Создается какая-то директория, в которой будет находиться код вашего веб-приложения. Все полностью. Внутри этой директории разворачивается Django проект. То есть вот эта директория, это уровень Django проекта. Давайте запишу. Django проект. Верхняя директория – это ваш проект. Ну, соответственно, внутри Django проекта находится все то же самое, что мы рассказали. А рядом с ним находятся директории, которые вы создаете самостоятельно. Например, директория с шаблонами, директория с статическими файлами. В частности, в Mail.ru используется вот такой подход. Это вполне хорошо работает. Теперь давайте поговорим про конфигурацию Django приложений. Вообще конфигурация – это неотъемлемая часть любого веб-приложения. В некоторых фреймворках она сделана более сложно, в Django она сделана довольно простым образом. Конфиг в Django – это просто Python-модуль. Обычный файл в языке Python. Располагается он вот здесь. В директории проекта, в директории дефолтного приложения под именем Settings.p. Это конфиг Django. Конфиг из себя представляет обычный код на Python, но в основном там происходят декларации каких-то переменных. Переменных довольно много. Мы будем обращаться к ним по мере необходимости, то есть когда будем говорить про разные части Django. Сейчас отметим те, которые в принципе весьма важны, важные переменные. Переменная root.orail.conf. Эта переменная показывает, начиная с какого файла происходит поиск контроллера. То есть с какого файла начинает работу маршрутизатор Django. По умолчанию, как вы видите, он указывает на файл url.sp, который лежит в дефолтном приложении. Далее настройка, которую практически гарантированно придется менять – это настройка Databases. Это список баз данных, к которым подключается ваше приложение. По умолчанию он состоит из одной базы данных с именем Default. Здесь указывается движок базы данных. Это тестовый проект, поэтому используйте Skillite. Простенькая база данных, которая хранится локально в файле. В принципе, может быть, большинство существующих баз данных на сегодняшний день, они могут быть подключены в язык Python и, соответственно, в Django проект. Далее, к примеру, переменная template.dears указывает список директорий, где нужно искать шаблоны. По умолчанию Django ищет шаблоны именно в самих приложениях. То есть, как мы говорили, внутри каждого приложения должна быть папка templates, там находятся шаблоны. Если у вас в вашем проекте шаблоны лежат в одном месте, вы должны эту директорию прописать в переменной template.dears, чтобы шаблонизатор знал, откуда брать шаблоны. Кроме того, в Django есть специальная переменная, показывающая, какие приложения используются. Называется она Installed Apps. Это список, в котором перечислены названия тех Django приложений, которые используются активно в данном приложении, в данном проекте. Дело в том, что не все Django приложения находятся в директории проекта. Некоторые приложения, установленные в других системных директориях, лежат вместе с Django, где-то далеки от вашего проекта. Чтобы их подключить, их нужно прописать вот здесь, в этой настройке. Даже те ваши приложения, которые вы создали сами внутри Django проекта, должны быть прописаны в Installed Apps, чтобы Django подключила их. Например, при валидации моделей. Ну, в общем, правило такое. Все приложения, которые используются, должны быть прописаны в списке Installed Apps. Важный момент, который нужно обсудить, это указание путей в конфиге. Этот вопрос, он касается вообще всех фреймворков, не зависит от языка. Проблема заключается в следующем. Ваш веб-проект, ваше приложение может быть развернуто в произвольной директории. Ну, то есть, нельзя закладываться на то, что приложения будут запускаться с какой-то определенной директории. Администратор может решить, что оно должно лежать в другой директории. Либо, что чаще случается, на одном сервере может быть запущено несколько копий вашего приложения. Например, несколько разработчиков работают на одном сервере и разрабатывают приложение. Соответственно, приложение должно уметь работать из разных директорий. Как поступить? Ведь мы должны в конфиге указать какие-то пути. Путь к шаблонам, например. Путь к файлу, где лежит база данных, если мы используем SQLite. Решение, собственно говоря, три. Решение номер один. Можно использовать абсолютные пути в каждом конфиге. То есть, у вас развернут в какой-то директории проект. Вы редактируете конфиг и, соответственно, настраиваете пути под эту директорию. Это плохой вариант, потому что он очень плохо работает с системой контроля версии. Если ваше приложение хранится в контроле версии, это значит, что у вас каждый экземпляр вашего проекта, если он хранится в контроле версии, он будет немножко изменен. Это очень неудобно. Решение номер два. Использовать переменное окружение. Это значит, что каждый, кто запускает проект, должен указать какую-то переменную окружение, имеется в виду системную, то есть в своей командной оболочке, указать переменное окружение, например, Project Path, которое указывает на местоположение проекта. А сам проект внутри себя уже получает эту переменную и относительно ее считает все пути. Это решение чуть получше, и, в принципе, оно используется во многих проектах. Но оно неудобно тем, что нужно указывать эту переменную, и про это забывают. Идеальное решение было бы использовать относительные пути. Причем относительные не как в системе Unix относительно текущей директории, где находится пользователь, а относительно той директории, где находится проект. Это могут быть разные директории. Каким образом использовать относительные пути в конфиге? Для этого используется такой трюк. Этот трюк, он может выглядеть немножко по-другому в зависимости от конфига. Но смысл в следующем. В языках с динамической типизацией, возможно, и в других языках, часто бывает вот такого рода переменная. В питоне это переменная, подчеркивание, подчеркивание, файл, еще два подчеркивания. Это полное имя текущего файла. В случае, если вот эта переменная написана в конфиге, то это полный путь к текущему конфигу, в какой бы директории он не лежал. То есть, это путь к settings.p в данном проекте. Что мы делаем? Поскольку у нас settings.p это просто код на питоне, мы можем вполне импортировать какие-то библиотеки. Первое, что мы делаем? Мы получаем абсолютный путь. Получаем абсолютный путь к конфигу. С помощью функции dirname мы получаем директорию, в которой он находится. Потом вызываем еще раз, поднимаемся на уровень выше. Таким образом, мы получаем директорию проекта. Таким образом, мы получили некоторый basedir, это директорию проекта. И относительно данного basedir мы уже можем строить все пути. Например, путь к директории с шаблонами, путь переменной static root указывает, где лежат статические файлы. Это общее решение, оно может быть использовано в любом фреймворке. И это best practice. Очень хорошо, когда проект не зависит от той директории, в которой он находится, и может перемещаться легко из одной директории в другую. Второй хороший прием, который следует обсудить, когда мы говорим про конфиге, это так называемый pattern local settings. В чем смысл? Когда создается конфигурация веб-приложения, ее можно условно разделить на две части. Опции, которые меняются редко, и опции, которые весьма вероятно будут разными, меняться часто. Например, список installed apps, список установленных подключенных приложений. Либо, например, url.conf, то есть файл url.sp, с которого начинается поиск вьюшки. Эти опции, они меняются редко. То есть, скорее всего, они вообще никогда не будут меняться. Есть опции, которые меняются часто. Например, название базы данных, к которой нужно подключаться. Если у вас есть два разработчика, у них у каждого своя база данных, чтобы они друг другу не мешали, у них эти опции будут различными. База данных на боевом сервере будет отличаться от базы данных на тестовом сервере. Поэтому очень неудобно хранить все настройки в одном месте. Если мы все настройки храним в settings.p, возникает противоречие. Каждый участник хочет изменить settings.p под себя. А этот, это один файл, который лежит в системе контроля версии. И это неудобно. Поэтому помимо settings.p, рядом с ним создают файл local settings.p. А в конце файла settings.p, то есть в конце настроек, пишут такую конструкцию. Это означает, что нужно... Ну, здесь у нас проект назывался AskPubkin, поэтому название такое осталось. Что нужно из файла local settings перенести, импортировать все настройки в текущий файл. То есть вот эта конструкция, она импортирует все настройки из local settings в просто settings. Ну, и игнорирует ошибки, если они случатся. Файл local settings убирается из контроля версии. То есть в каждой системе контроля версии есть возможность, чтобы не добавлять файл, не отслеживать. Например, в гид, в контроле версии гид, есть специальный список, гид игнор называется, куда можно добавить файлик local settings.p. Мы его добавляем в гид игнор. И этот файл, он не попадает в контроль версии. В итоге в settings.p, в основном конфиге, лежат те настройки, которые редко меняются. Ну, и либо, возможно, это настройки, которые будут на боевом сервере. А если какому-то разработчику, либо в каком-то конкретном окружении нужно изменить настройки, создается рядом с ним файл local settings. И настройки из local settings, они будут перекрывать, либо дополнять настройки из основного файла. Это позволяет легко разделять конфигурацию и избегать при этом копипаста тех опций, которые используются, ну, которые редко меняются. Так, когда наш Django проект сконфигурирован, все настройки прописаны, он, в принципе, готов для обработки HTTP-запроса. Как мы уже говорили, обработка HTTP-запроса начинается с компонента router. То есть, с поиска того контроллера, той функции, которая отвечает за обработку конкретного URL. Раутер в Django представляет из себя набор файлов URL.spi. Может быть один файл, может быть несколько. Собственно говоря, в этом файле находятся записи, по которым Django ориентируется. Что происходит при обработке HTTP-запроса? Django начинает поиск с файла URL.spi, который указан в настройках, в настройке root.url.conf. Загрузив этот файл, Django использует переменную URL.patterns. Дело в том, что внутри файла может быть множество различных переменок. Это Python-модуль, там могут быть разные переменные. Django использует именно переменную с именем URL.patterns. Это имя фиксированное, оно важно. Django проходит по всем паттернам, которые перечислены в этой переменной. Эта переменная, это фактически список. В ней содержатся паттерны, специальные объекты. Django их перебирает до первого совпадения. Если совпадение найдено, Django передает управление контроллеру вьюшке, связанной с данным паттерном. Если совпадение не найдено, возвращается код ошибки 404. То есть, страница не найдена. Давайте посмотрим на синтаксис файла URL.p, что находится внутри. Ну, синтаксис понятно, что это язык Python. Как выглядит переменная URL.patterns? URL.patterns в данном случае это лист. То есть, питоновский объект типа лист. Мы видим, использованы квадратные скобки. Это конструктор списка. Внутри URL.patterns находятся специальные объекты. То есть, вызывается функция URL. Функция URL возвращает объект, который соответствует одному маршруту, одной связи. Что передается в функцию URL? Первым аргументом передается регулярное выражение. Мы видим вот регулярное выражение. То есть, маршрутизатор джанги работает на основе регулярных выражений. URL постоянно сравнивается с последовательностью регулярок. Вторым аргументом могут передаваться разные вещи. Вторым аргументом может передаваться имя функции. В данном случае это функция home из файла views.p в приложении blog. Либо вместо имени функции может передаваться сама функция. Это мы посмотрим чуть позже. Либо может включаться другой файл URL.p. С помощью функции include один файл URL.p может включаться внутрь другого. Образуя таким образом дерево. Давайте посмотрим, как устроена маршрутизация внутри одного приложения. Вот это файл URL.p, который находится внутри приложения blog. Мы видим, что здесь есть некоторые отличия. Во-первых, вместо простого списка вызвана функция patterns. На самом деле это очень небольшая обертка, которая занимается тем, что добавляет указанный префикс. В функции patterns передается некоторый префикс. Она этот префикс добавляет ко всем именам функций. На это обращать внимание не следует. Мы по-прежнему считаем, что URL patterns это некоторый список. Ну, в итоге это и есть список. В этом списке есть три маршрута. И они, все три, сформированы несколько по-разному. Первый маршрут сформирован с использованием конкретной функции. То есть мы видим, что у нас импортирована функция post-list. Именно функция как питоновский объект. И именно сама функция указана в маршруте. Это наиболее рекомендуемое поведение. То есть при возможности указать явно функцию нужно поступать так. Почему это желательное поведение? Дело в том, что если вы указываете функцию по имени, как, например, в последних двух примерах идет указание функции по имени, эта функция будет загружена только при необходимости. То есть при первом запросе. Точнее не функция, а файл views.p. Вот этот файл. Будет загружен при первом запросе к данной функции. В тот момент, если в этом файле была ошибка, естественно, сервер ответит HTTP ошибкой 500 error. Но это произойдет уже в момент запроса клиента. И клиент увидит эту ошибку. Если вы загружаете функции не по имени, а импортируя их явно из модуля views, то есть импортируете эти функции, и в модуле views есть ошибка, то эта ошибка обнаружится уже при запуске сервера, скорее всего, когда администратор рядом и что-то сможет сделать. То есть использование объекта функции, оно избавляет немножко от ошибок. В остальном здесь нет ничего нового. Вот еще важный момент, который следует отметить. Это использование имен. Мы видим, что у всех маршрутов в данном файле есть имена. Это полезная практика для обратного построения маршрутов. К ней мы вернемся чуть позже. Итак, еще раз посмотрим на те функции, которые используются. Функция URL. Это конструктор маршрута. Внутри функции URL нужно передать регулярное выражение для сопоставления URL с входящим URL. И ссылку на функцию view, которая будет выполняться. Либо саму функцию, либо ее имя. Также можно URL задать параметр name имя. Функция patterns. Это тонкая обертка, добавляет префикс. Не рассматриваем ее. И функция include позволяет включать один файл URL спи внутрь другого. Причем они образуют дерево. То есть, это не просто вставка. Получается не плоский список маршрутов, а дерево. В чем особенности, про какие особенности нужно помнить при работе с маршрутизатором Django? Особенность номер один. Slash в начале регулярок не указывается. То есть, все URL веб, они начинаются с Slash. Логично думать, что в начале регулярки также должен быть Slash. Но это не так. Django убирает первый Slash. Это сделано в основном из-за взаимодействия с функцией include. Поэтому в регулярках, где мы указываем, первого Slash нет. Вот смотрите, самый корневой файл, первая регулярка, которая соответствует главной странице. То есть, пустой URL, крышка и потом доллар. Это пустой URL, соответствует главной странице. Слышать здесь нет, потому что Slash Django убирает. Можно указывать как имя, так и саму view функцию. Это понятно. Используется для описания маршрутов регулярные выражения. Да, такой факт. В некоторых фреймворках вместо регулярных выражений используется специальный синдексис. Вы не можете писать честные регулярные выражения, но можете писать нечто, что потом в них преобразовывается. У маршрутов можно указывать имена, то есть, создавать именованные роуты. Это тоже правильно. И маршруты можно разносить по разным приложениям. То есть, у вас, в принципе, есть возможность все ваши маршруты поместить в корневой файл у RLSP, тот, который лежит в дефолтном приложении, либо можно разделить по отдельным приложениям. Второй подход, он более правильный. И сейчас я поясню, почему. Смотрите, что происходит при поиске маршрута. Когда у вас, скажем, когда у вас нет инклудов и просто есть полный список. Посмотрим корневой файл у RLSP. Представим, что у нас есть url.admin что-то там. Такой url пришел. Но у нас плоский список. То есть, вместо инклуд здесь просто 20 url из приложения блок перечислено. То есть, здесь 20 строчек. Django просто последовательно перебирает. То есть, она применяет первую регулярку, потом вторую, третью, 20 раз применяет регулярки. Поскольку у нас маршрут slash admin, он не подходит под эти регулярки, под приложение блок. И прежде чем он дойдет до нужной нам строчки, до вот этой, будет выполнено 20 регулярных выражений. Это, естественно, медленно. Сопоставление с регулярным выражением, это не очень быстрая операция на самом деле. Что происходит, когда мы используем функцию include? Выполняется первое выражение, регулярное выражение. Выполняется второе. Здесь пример не очень хороший. Здесь потому что в регулярке написано крышка. То есть, фактически произойдет совпадение, и мы перейдем внутрь файла. Если здесь было бы написано блок, вот так, то это бы регулярное выражение не совпало, и мы перешли бы к админ. То есть, в таком случае при использовании include, произошло бы всего два сопоставления, прежде чем мы перешли к нужной нам части роутера. Ну, в общем, это классическое сравнение, почему поиск по дереву быстрее, чем последовательный перебор. Вполне понятно. Поэтому следует разносить маршруты по разным файлам и организовывать их в одно дерево. И в конце best practice, либо как хотите это называйте, крайне важное правило, на которое часто натыкаются новички, нужно делать как можно более точное разделение. Одно действие в веб-приложении – это один роут и один контроллер. Новички часто сваливают всю логику в один контроллер. У них получается одна очень большая функция, соответственно, для нее делается один роут. Это неправильно. Роутов должно быть много, как и контроллеров. Чем меньше размер каждого контроллера в отдельности, и чем больше их количество, тем проще разбираться в коде приложения. Ну, конечно, в разумных пределах. И теперь такой момент, как reverse routing. Мы говорили, что в маршрутах можно указывать имя. Зачем это нужно? Это нужно для такой вещи, как reverse routing. Смотрите, при выполнении логики веб-приложений вам часто нужно, бывает, сформировать какой-то URL. Например, вы генерируете страницу со списком статей, и вам нужно для каждой статьи сделать гиперссылку на страницу отдельной статьи. Какие есть варианты? Вы можете просто захардкодить, то есть прописать URL в шаблоне, либо в питоновском коде. Это, в принципе, нормальный вариант, но у него есть недостаток. Если у вас поменяется схема URL, то есть если вы решите перенести страницу на другой URL, вам придется исправлять ваш код. Второй недостаток для Django более критичный. Невозможно сделать переносимые приложения, если у вас приложение захардкоженые URL. Дело в том, что когда приложение добавляется в проект Django приложения, оно не знает, по какому URL оно будет работать. Это определяется корневым файлом URL.sp в проекте. Приложение не знает, будет оно работать, начиная, скажем, с URL-а блок, либо вместо блок будет написано что-нибудь about. Приложение, если оно получено через open-source, оно не знает об этом. Поэтому оно должно строить URL на себя каким-то образом независимо от префикса. Для этого используется, у каждого маршрута указывается имя. Если у нас указано имя у маршрута, вот давайте вернемся к первоначальному файлу url.sp. Мы видим, что у нас есть маршрут главной страницы, у него указано имя name. О, извиняюсь, указано имя home. Если мы хотим получить URL, соответствующий этому маршруту, мы можем поступить следующим образом. В Python коде используется специальная функция reverse. Ей указывается, передается имя, она возвращает URL. В некоторых случаях одного имени маршрута недостаточно. Например, мы хотим получить маршрут конкретной статье. У маршрута есть имя post details и еще нужен аргумент, еще нужен аргумент идентификатор поста. Соответственно, мы передаем обе эти вещи, функцию reverse и имя маршрута и аргументы, то есть переменные, которые подставляются в URL, и получаем, соответственно, блок post 7. Получаем полный URL. В шаблоне для этого используется специальный тег, но смысл тот же самый. Указывается имя маршрута и все необходимые для него переменные. Таким образом, мы в нашем приложении сможем отвязаться от конкретных URL. И у нас появится возможность поменять URL в приложении, и в принципе у нас появится возможность распространять его, передавать другим людям, чтобы они устанавливали наше приложение по другому пути. В общем-то, на этом механизм работы роутера исчерпан. Это довольно простой компонент. После того, как роутер отработал, фреймворк определил конкретную функцию view и может ее вызвать. Про работу с юшками мы поговорим на следующем уроке. Теперь давайте спустимся на уровень ниже и поговорим про Django приложение. Изначально Django приложение задумывалось как способ распространения каких-то кусочков кода в open-source сообществе. То есть предполагалось, что программисты будут разрабатывать независимые приложения и обмениваться ими, чтобы расширить возможности тех или иных проектов. В том случае, если речь идет про разработку какого-то закрытого проекта, приложение – это просто удобный способ структурировать код внутри проекта. Если проект более-менее объемный, то в нем выделяются разные логические части. То есть это интерфейс администрирования, интерфейс для модераторов, блок проекта, CRM-система для работы с клиентами и так далее. Вот такие части, независимые части сайта, более-менее независимые, их принято размещать в различных приложениях. Для того, чтобы создать новое приложение, необходимо перейти в директорию проекта и воспользоваться командой ManageP. ManageP создан скрипт, который находится внутри вашего проекта. В частности, он нужен для создания новых приложений. ManageP startup.crm. Создается новое приложение с именем CRM. Эту команду нужно вызывать именно внутри, находясь внутри директории проекта. Давайте рассмотрим структуру приложения, какие файлы директории могут здесь находиться. Сразу скажу, что никакого-то жесткого ограничения нет. То есть вы можете добавлять произвольные свои файлы. Здесь указаны те файлы, которые приняты в сообществе Django. Некоторые файлы, например, вспомогательные файлы Python, здесь не показаны. Давайте рассматривать, начиная с наиболее важных. Внутри большинства приложений есть файл Models.p. Этот файл, он, по-моему, даже создается по умолчанию. В Models.p должны находиться модели вашего приложения. То есть вся бизнес-логика по-хорошему должна находиться там. Если логика данного приложения сложная, и тем не менее она вся относится к этому приложению, то есть вы не хотите разделять приложение на два, вы можете файл Models.p разделить на несколько файлов. Например, создать рядом Models, подчеркивание, что-то там, Models, что-то другое. То есть саму логику вы можете разносить на разные файлы. Но Django предполагает, что файл Models.p будет существовать, и при валидации, либо при сбросе данных в базу, Django ориентируется именно на этот файл. Поэтому он должен быть, и он должен включать в себя все модели. Если вы разделили на несколько файлов, они все должны импортироваться внутрь Models.p. Далее. View.p. Файл View.p содержит в себе контроллеры. Ну, то есть контроллеры вьюшке данного приложения. Файл также может разделяться на несколько частей. Имя этого файла, оно не критично. То есть вы можете его назвать по-другому, но принято назвать именно View.p. Файл URLs.p содержит в себе роутер для конкретного приложения. Позже мы посмотрим, как устроен роутер в Django, и поймем, что он иерархический. То есть каждое приложение делает маршрутизацию урлов внутри себя. То есть это маршрутизация урлов конкретно данного приложения. А проект делает маршрутизацию уровнем выше. В файле test.p располагаются тесты для данного приложения, то есть чтобы мы могли верифицировать его правильную работу. Далее. В директориях management commands, в директориях двух уровней располагаются так называемые management команды. Фактически это command-line утилиты, которая предоставляет ваше приложение. То есть Django приложение, оно может запускаться как через веб, так возможно, что у него есть какие-то административные команды, например, удалить старые данные. Эта команда запускается либо администратором из консоли, либо запускается по какому-то расписанию. Вот такого рода команды, они помещаются в директорию management commands. Директория templates. В ней содержатся шаблоны данного приложения. В директории static. Необходимые статические файлы. Вот верхние две директории, они имеют смысл только если вы хотите ваше приложение распространять, делиться им как open-source. Если это просто часть некоторого корпоративного или закрытого проекта, то, как правило, templates и static, они размещаются не внутри приложения, а на два уровня выше, как мы показывали на предыдущем слайде. Что здесь еще есть? Здесь есть директория template.tags. В директории template.tags содержатся собственные отдельные фильтры и кастомные теги для шаблонизатора. Шаблонизатор, то есть компонент view. Шаблонизатор в Django он расширяемый, то есть каждое приложение может добавить в него свой функционал, расширить функции шаблонизатора. Для этого используется специальный синтаксис и Django ищет расширение именно в директории template.tags. Поэтому имя этой директории важное, оно фиксировано, так же как имена management.commons. Эти имена менять нельзя. Директория migrations. В директории migrations находятся так называемые миграции. Миграции это скрипты изменения базы данных, ну, в терминологии Django изменения моделей. Эти скрипты позволяют вам обновиться от одной версии до другой. Когда ваше приложение изменяется, в нем появляются какие-то новые модели, новые таблицы, необходимо выполнить миграцию. Вот миграции хранятся в данной директории. Вот, в общем-то, все. Давайте еще раз подчеркнем. Отметим те файлы, имена которых важны. Models.p, имя важно. Migrations, имя важно. Management.commons, имя важно. Template.tags, имя важно. Имена вот этих файлов, они должны быть именно такими, какие они вот здесь указаны. Имена url.sp и views.p, они приняты такими. То есть, при желании вы можете изменить название этих файлов, но принято называть их именно вот так. Соответственно, templates.esthetic, они должны называться так, как называются, только если вы распространяете ваше Django приложение open source. В противном случае их здесь вообще быть, скорее всего, не должно. Продолжение следует. Продолжение следует...